В связи с последними событиями по поводу того, что многие известные бойцы ММА высказались о желании драться в боксе, мы хотели бы поговорить о лучших базовых боксерах в UFC. Начнем мы с Холли Холм. Она является одной из лучших представительниц бокса в смешанных единоборствах. Бывшая чемпионка мира по боксу показывает в клетке одну из лучших ударных техник в женском дивизионе. Она прекрасно комбинирует удары по этажам и отлично передвигается. А если вспомнить, как она избивала в боксерском стиле чемпионку Рондо Роузи, то можно без сомнений сказать, что она является прекрасным боксером. Коди Гарбленд. Имея отличный рекорд в любительском боксе, Коди смог победить из 11 своих соперников девятерых нокаутом. Он отлично использует уклоны и прекрасно выполняет контратаки. При этом у него также есть в арсенале отличная борьба. Конор Макгрегор. Будучи отличным боксером, он смог нокаутировать из 21 побежденного соперника 18. Он прекрасно чувствует дистанцию, хорошо уклоняется от ударов и у него отличный тайминг. Также у Макгрегора левая стойка, которая многим всегда доставляет проблему. Александр Густавсон. Бывший чемпион Швеции среди любителей по боксу. Уже неоднократно демонстрировал нам прекрасные ударные навыки в стойке в UFC. Он смог доставить проблем в стойке Джонсу и Кормье. А также он нокаутировал Джимми Манулу. Джуниор Дос Сантос. После того, как этот парень пришел в UFC с базы из бокса, он показал всему миру истинную красоту ударов в клетке. Джуниор просто проехался по тяжелому весу в UFC и нокаутировал многих соперников. А те, кто смог выстоять до конца боя, были просто-напросто очень сильно избиты. Дос Сантос смог нокаутировать Веласкеса, Вердума, Штруве, Фрэнка Мира и других. Ну и конечно же, одними из самых ярких представителей бокса в UFC являются братья Диаз. Ник и Нейт Диаз всегда демонстрируют яркую ударную технику с нанесением множества ударов, как по голове, так и по корпусу. Если еще взять во внимание тот факт, что они занимаются триатлоном и у них очень большой запас выносливости, то можно сказать, что они могут избивать соперника на протяжении всех раундов без остановки. В прошлом видео мы спросили, какой сабмишин был признан лучшим в 2009 году. Это был сабмишин в бою Хорхема Свидаля и Тодда Имада. Сегодня такой вопрос. Кто из бойцов изображен на фото? Свои ответы оставляйте в комментариях, а правильные мы покажем в следующем видео.